Добро пожаловать в нашу обычную домашнюю жизнь! Я уже с утра съездила, быстро закупилась, мы позавтракали и теперь готовлю обед. С утра также поставила уже тесто, оно подошло на булочки, сейчас сформирую булочки, поставлю, чтобы поднялись, потом буду выпекать. Сделала салатик из брокколи, сейчас отправлю его в холодильник и сегодня хотела баклажаны запечь в духовке. Вот, будем заниматься вместе с вами. Булочки готовы, сейчас поднимутся. Майк и Сиуля взяли Лизу, пошли на улицу, играет там где-то у нас сегодня так с утра было прям прохладно, сильно прям холодно. Сейчас вроде солнышко светит, нормально. Вот Андрей там в гараже, брат мой приехал, они ремонтируют там что-то машину у Андрея, а я вот занимаюсь своими делами спокойно. Так, ребят, баклажаны я разрежу пополам, поставлю в духовку, чтобы они мягче стали и потом буду уже фаршировать. Я их вот так как бы слегка надрежу, посолю, полью оливковым маслом и уберу в духовку. Юля сверху, в комнате у себя. Ты пойдешь до Юли? Да. Так, я их сейчас посолю. Раз, два, три. Да, все, давай. Юля, ой, Лиза у меня тут. Все, беги до Юли. Полью немного слегка оливковым маслом и все, уберу в духовку. Духовка у меня уже разогрелась. Как станут мягкие, я вытащу примерно полчаса на 180 градусов. Но тем временем, пока у меня баклажаны выпекаются, я приготовлю начинку из фарша. Добавлю туда лук, обжарю чеснок, болгарский перец и помидоры. Можно зелень добавить. У меня фарш свиноговяжий, можно брать любой. В общем, я уже делала, но я их просто по-другому делала. Я вам показывала рецепт, у меня тоже есть на канале. Вот, и картошечку на гарнир, толчонку. Но придется опять, так как Майк не ест толчонку у нас, ему отложить пару круглой картошки. И салатик просто. Еще думала десерт сделать быстро виноградный. Но посмотрю по времени и по настроению, как у меня будет. Потому что у нас сегодня еще у Майка игра в час. Поэтому у нас сейчас 11. Посмотрим, как я успею, справлюсь. Начинаем обжаривать. Немного оливкового масла, чеснок. Слегка обжарила чеснок, добавляю лук. Дальше отправляю болгарский перец. Но это не важно, можно и морковку, все, что вы любите. Можно даже и грибы добавить. Это по желанию. У меня что было в холодильнике, то я и добавляю. Обжариваем сейчас помидорки сюда, фарш и специи. Посолить, поперчить и готово. У меня здесь 800 грамм свиноговяжьего фарша. Я его весь отправлю. Овощи уже слегка поджарились. Теперь нам нужно все это пережарить с мясом хорошо. Так, солим. Хорошо. Я добавляю соль, перец, красную паприку, немного прованских трав. Все хорошо перемешиваем. Немного еще потушится, чтобы жидкость вытушилась. Баклажаны наши уже тоже приготовились. Они у меня стояли 35 минут в духовке. И сейчас посмотрим. Их нужно слегка вот так вилочкой размять. Да, они уже тоже готовы. Вот так я их слегка примяла. Получается форма в виде лодочки. Сейчас будем наполнять, когда наш фарш доготовится. Все, теперь буду начинять лодочки. Сейчас пока в духовке выпекаются булочки. Как раз сейчас уже с минуту на минуту должны быть готовы. И я могу уже отправлять баклажаны в духовку. Посыплю сверху сыром. Сыр у меня моцарелла. Булочки у меня тоже я их уже вытащила. Такой запах стоит на кухне. Думаю, что-то так пахнет. Смотрю, они уже так сильно зажарились. Сейчас вам покажу тоже булочки. Лиза уже кушать хочет. Вот так это все выглядит. Позже покажу в запеченном виде. Подожди, Лиза, ну как? А что у тебя колготки? Колготки, что у тебя случилось с колготками? Давай, помогу тебе. Лиза тут просит, стоит у холодильника опять, что-то хочет. У нас сейчас картошечка уже сварится. И будешь кушать? Да, вот они, мои булочки. Я их на этот раз сделала поменьше. Сейчас накрою полотенцем. Пусть лежат. Отдыхают. Смотрите, друзья, какая вкуснятина получается. Все, мы сейчас будем садиться кушать. Юля с Лизой уже сидят. Я картошку уже потолкла. Вот. Все, будем звать наших мужчин и кушать. Сделала заказ для Лизы на сайте Ресерв. Давайте покажу, что я заказала ей. Вообще, хотела только куртку заказать, потому что мне эта курточка понравилась. Но потом увидела еще кое-какие вещи и решила. Их тоже заказать. Заказала вот такую шапочку и шарфик. Тут стоит размер с года до трех, но она очень маленькая. Лизе она маленькая. И вот эта тоже Бинни, очень маленькая. Думала, может быть, с этой курточкой. Но это отправится уже назад. А так, качество очень нравится. Берешь в руку, прям, знаете, теплая такая. Теплая-теплая, хотя и тоненькая. Вот. Это пойдет назад. Может быть, вот эту в светлом. Цвет теперь я закажу на размер больше. Курточку я, скорее всего, оставлю ей. Она мне понравилась. 30 евро стоит на замочке. Правда, нет подклада, да, вот такого теплого. Я почему-то на сайте, когда увидела капюшон, и мне показалось, что куртка вся вот с таким подкладом, было бы, конечно, намного лучше. Но она мне все равно нравится. И я ее, скорее всего, оставлю. Стоит она 29,99. Вот такая курточка зимняя. Ну, если сильно будет холодно, то детям все равно еще нужна одна куртка там или какой-то зимний комбинезон. Поэтому на выход пойдет, я думаю, такая, если в магазин куда-то. Вот, все равно постоянно в машине, на машине. Дальше. Вот такой костюмчик вязанный. Тут рюшечки по краю. Рукавчики немного как бы расширенные. Вот здесь. Ну, тоже материал, вроде бы ничего. На ощупь такой голубеньком цвете. Дальше такой костюмчик, двоечка, кофточка, штанишки, 98 размер. Ну, штаны, правда, какие-то выглядят большие, но я думаю, они постираются, будет нормально. Платье вот такое симпатичное мне тоже понравилось. Сколько стоит, я не знаю. Если я ссылочки найду на них, я вам оставлю ссылочки в описании под видео. И вот это платье с гусятами. Такое мне милое платье понравилось. Но оно, мне кажется, длинное очень для Лизуши еще. Мы еще ничего не мерили. Она не дает. Вот только я попросила куртку и шапки померить, и то она не хотела, плакала. Затем вот такую кофточку вязаную. Кофточки очень хорошее качество. Тоже в 98 размере. Я думала, вот эта кофточка подойдет. Она под цвет, подходит к платью с какими-нибудь светленькими вот такими колготочками. Вот, будет нормально. Ну, посмотрим. В общем, еще нужно это все уговорить Лизу померить. И там уже будем смотреть, что оставим, что не оставим. Мы сейчас с Лизой вышли на улицу. Мы пока одни дома. Андрей с детьми уехал в бассейн. А мы остались с Лизой дома, потому что она немного приболела. У нее у нас сморкашель, поэтому решили, что останемся с ней дома. Сейчас вышли погулять. Недавно дождик тут был, прошел. Такой ветер. Ну, как бы прохладно, да? Осенняя такая, прям осенняя-осенняя погода. Лиза что-то не хочет куртку одевать. Пока сейчас нужно ей куртку одеть, потому что в кофте холодно. Лиза, давай, едь, покажи, как ты можешь. Сейчас попросила свой беговел. Говорит, мама, дай мне, я поеду. Садись жопкой. Все вот ждем. У нас Майк и Юля в это время уже бегали, а она вот ни в какую не хочет. Садись и ножками. Да, вот так, ножками теперь. Молодец. Давай. Я даже одела повязку на голову, потому что немного ветер такой. Это какой-то бешеный. Сейчас мама посмотрит, Юля накормила свинок или нет. Дождик опять моросит. Посмотрим, сможем мы прогуляться или нет. В доме включили пылесосы, роботы убираются. Я так прибралась, кровати заправила и это. Решили выйти, в общем. У нас еще на кусту помидоры, смотрите вам. Но они, скорее всего, уже, наверное, не покраснеют, потому что уже холодно прям. Надо, наверное, их зеленые сорвать будет. Может быть, в доме покраснеют. Салата еще тоже куча. Сейчас на руу свинкам дам, потому что мы уже столько его не едим. Кто там? Большая птичка, да. Она тут принесла, малыша принесла птичка, да? Ага, малыш прилетел с птичкой. Поехали, давай, дальше. Лиза. Уже получше у нее получается. Садись, Лиза, и едь. Вот. Сейчас до площадки уже скоро дойдем. Видите, уже получше. Молодец, Лизуш. Скоро будешь бегать на нем, да? Я сфотографирую. Ну, еще, говорит, сфотографируй меня. Я сейчас ее фоткала. Лиза решила на велике проехать через трубу. Ну, давай, едь. Едь. Мама сейчас придет туда с той стороны. Только не упади. Да. С такой погодой только сидеть в доме возле камина и пить чай, потому что вообще такая нехорошая погода, неуютная. Вовремя мы с Лизой еще домой вернулись. Сейчас бы попали под такой сильный дождь. Да, Лизуш? Да. Ну? Ох, это погода. Ох, это погода. Все, лето не было, дождика тоже плохо. А когда вот в холодную погоду и дождь, это тоже плохо, тоже нехорошо. Но нужно уже трамполин убирать. И качелю это все собирать и убирать, чтобы не стояло, не гнило. Друзья, давайте я вам покажу, что я заказала на сайте Hey Happiness. Заказала для Юли вот такие серьги. Это вставушки. Они очень миниатюрные. Это настоящее серебро в желтом золоте. Юля померила. Выглядят на ушки супер просто для девочки. Очень красивые. Правда, они очень мелкие, такие маленькие-маленькие. Вот, дальше. Заказала себе цепочку на этот раз. Это тоже настоящее серебро в желтом золоте. И как бы такая, смотрите, на ней как будто такие узелки. И с моим инициалом буква Катя выбрала себе. Вот, она тоже такая тоненькая. Хорошенькая, красивая. Мне нравится цепочка эта. Еще заказала такую цепочку. Она более крупная. И на ней такой симпатичный рисунок. Видите, здесь два разных рисунка. Давайте я вам поближе покажу. Но это не серебро. Это металл опыленный в красном золоте, как я уже сказала. И как раз сейчас такая холодная погода. Можно с водолазкой одеть. Будет симпатично смотреться. Или же просто на футболку. И у меня на этот раз есть для вас промокод. С моим промокодом Катя10 вы получите 10% скидку на весь товар. Мой промокод будет действовать до конца этого года. То есть до 31 декабря. Еще на сайте с 21 сентября по 5 октября будет проходить акция. По которой покупатель будет иметь возможность получить до 3 подарков. Сколько подарков вы сможете получить, зависит от суммы вашего заказа. Всю информацию вы сможете найти в описании под этим видео. А, а, пальчик, пальчик, пальчик прищемела. Ну, а лизгут. Мама. Это не мама. Ты же смотри, тут открыто было, и ты прищемела. Да, мама. Ну, давай, одевайся. Друзья, мы идем на улицу. Сейчас покажем вам нашего нового сожителя. Одевайся. Одевайся. Обувай, обувай. О, пасны. Все. Давай другую ножку. Опа-ля. Пойдем посмотрим, где птичка. Ребят, смотрите, кто у нас тут живет. Мы в воскресенье ходили. Не трогай, Лиза, а то он клюнет тебе. В воскресенье ходили гулять. И увидели возле дерева птенец сидел. Он, видимо, вывалился из гнезда. Но на дерево мы смотрели, никакого гнезда не обнаружили вообще. Решили взять его с собой, так как он еще не летает. Он вот только-только оперился, но не до конца у него выросли перышки, крылья. Поэтому летать он еще не может. У него даже видно вон пух. Сейчас, Лиза, подожди. Вот, и мы его теперь кормим, поим. Посмотрела в интернете, как нужно поить, кормить. В общем, делаем, не знаю, надеемся, что он выживет. Вроде у него все нормально, но мне кажется, что он повредил ножку, когда, видно, слетел с дерева. И он немного хромает. Клюется, злится. Сейчас мы его покормим, да? Я думаю, если бы мы его не забрали, он бы просто с голоду умер. Или же бы его разодрали кошки, например, или какие-то другие животные. Давайте я вам покажу, как мы его кормим. У меня тут перловка, смесь какая-то из дома. Перловка, в общем, крупы. Натянула на стакан шарик воздушный. Это я в интернете посмотрела видео, как кормить голубей маленьких. Сделала такое отверстие. А тут у меня просто порвалось. И в это отверстие нужно запихивать клюв голубя. И тогда он думает, что это, ну, типа, клюв матери. И начинает кушать зерно. Вот. Также у меня шприц. Со шприца его поем. Голубя где-то в день надо 20 мл или 25 мл воды. У меня сейчас здесь 10. Вот я ему дам, а потом еще после обеда еще попою. Вот как-то так берем его потом в руки и пытаемся кормить. Но вчера он уже кушал. Видите, он еще маленький, совсем не понимает, что произошло. Тут еще поднимается, злится, клювом так клюет. Обороняется, да? Я его сама боюсь. То, что он иногда так клюет. Но все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Кушать уже хочешь? Ну-ка, давай посмотрим. Видите, таким образом он открывает клюв и начинает кушать. Сейчас я его сначала еще попою, потому что, скорее всего, он тоже и пить хочет. На, пить. И так-то все просто с этими птичками. Все, покормили, попоили. Ты, Балтушка, заходим в дом, пускай теперь сидит, отдыхает. Сейчас хочу вам показать, как сделать вот такую классную тыковку. Эту идею, это не моя идея, я ее увидела случайно в интернете, на просторах интернета. Девушка делала почти так же, ну, чуть-чуть, может быть, по-другому. Только у нее материал был другой, и она делала совсем вот такую маленькую тыковку. Ну, я подумала, блин, почему бы не сделать самой тоже тыкву, она так классно. Ну, у нее, конечно, она не делала блестяшки, она просто обычную тыкву делала. У меня как раз были вот такие вот одеяла дома, я думаю, а, дай-ка из них сделай. И оставалась старая подушка. Я ее хотела выбросить, а потом подумала, оставлю-ка на всякий случай, может быть, наполнитель мне понадобится. Ну, и вот понадобился. Хорошо, что не выбросила. Как я уже сказала, нужен какой-нибудь материал. У меня это вот такие одеялки, сейчас они, по-моему, стоят 2,99 или 3,99. В Кике они есть, вот эти дешевые всякие. И вот такая веревка от мешковины, я не знаю точно, как она правильно называется. Вот она в Кике такая продается. Пак-бант это для пакетов в Германии. Потом различные блестяшки, ну, или любой другой декор, который вы хотите использовать, например. Я сделала вот так, с блестками, но я хочу еще вот эти крупные блестки приклеить на тыковки. Клеила все горячим клеем, но можно и обычным каким-то другим клеем, у меня не было. Я все приклеила горячим, но нужно смотреть, чтобы горячий клей был покрыт полностью блестками, потому что со временем клей он желтеет. Поэтому, чтобы не так было видно, нужно хорошо заклеивать. Ну, вот как по мне, мне очень нравится эта тыковка. Ну, конечно, еще. Можно еще добавить какой-нибудь любой декор, например, какие-то сухие цветы. Вот что-то вроде, какой-нибудь бантик. Ну, кто что любит, я ничего не буду добавлять. Наклею еще вот эти блестки и все. Так, давайте будем вместе с вами приступать. Как я уже сказала, любой кусочек материала, я буду вторую тыковку делать поменьше, поэтому кусочек материала у меня поменьше. Он не обязательно должен быть какой-то ровный, это не важно. Вообще не имеет значения, какой он там прямоугольный, квадратный, поэтому главное, чтобы размер подходил, какой вы хотите. Кладем наполнитель, сколько нам нужно. И начинаем собирать нашу тыкву. Дальше я взяла кусочек веревки и связала хорошо тыкву. Все, хорошо связываем, чтобы она не развязалась. Если что-то вдруг не так, можно немножко подтянуть еще везде одеяло. Дальше обрезаем большой кусок веревки и теперь делаем вот эти типичные, типичную форму тыковки придаем. Вот, смотрите, вот так получается. И вот эти концы веревки, что остаются, я сейчас буду делать хвостик вот этот от тыковки. Я их вот так наматываю и делаю форму хвостика. Это, конечно, не хватит, я беру дополнительно веревку и формирую хвостик. Потом уже, когда под конец вы хотите заканчивать хвостик, нужно будет лишний материал обрезать, то есть такую длину оставляйте, какую бы вы хотели, а остальное все срезаете. Вот я срезала, теперь уже заканчиваю заматывать. Сейчас все горячим клеем заклею хорошо, чтобы ничего не распалось. И все, и готово. Ну вот, ребят, смотрите, что у меня получилось. Я очень довольна, мне нравится. Смотрите, какие прям переливаются, блестят, прям блестят так хорошо. Блестки еще нужно, конечно, хорошо встряхнуть, но в целом обалденно. Зато ни у кого таких нет. И дешево, быстро можно смастерить вот такую тыкву. У нас уже вечер, друзья. Мы тут пришли наверх. Лиза немного играет еще. Юля убиралась на столе. О-о, упал, да? Сейчас пойдем уже мыться, да, Лиза, зубки чистить и спать. Что там такое? Баль. Баль. Мячик. Это шарик, да? Играет, играет. Ну, а я сейчас еще пойду. У меня там вещи в сушилке были, на вешалке высохли. Сейчас все складу, что гладить не нужно. Завтра поглажу оставшуюся вещи. Ага, молодец. Тогда пойдем уже тоже мыться все, зубы чистить и отдыхать. Лиза, ты скажи всем пока-пока. Мне надо туда ставить, чтобы стояла ровно. Лиза, как не пойдет, туда ставь. Да, правильно. Ладно, дорогие друзья, спасибо огромное, что были с нами. Лиза, скажи всем пока. Пока, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok